Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на канале Говорит Маруся Лайф. Мы сегодня с Юлией немножко решили подвечать на вопрос, который нам задавали, и темы, о каких мы можем поговорить. Потому что есть темы, которые людям интересны, и хотелось бы услышать, допустим, мое мнение. Тем очень много было интересных. На данный момент мы выбрали тему воспитания детей, потому что по сути своей, другие темы, нужно определенное состояние, чтобы поговорить. Допустим, был вопрос об отношении меня к религии. Это немножко щепетильная такая тема. Лучше поговорить о ней немножко в другой сфере. Я не то что специалист по воспитанию детей. Я не очень хорошо воспитала своих детей. Очень много есть минусов, которые сейчас я с возрастом понимаю, что неправильно вела себя по отношению к воспитанию детей. Поэтому у меня есть всегда одно единственное понятие, что все-таки родители должны созреть, чтобы стать родителями. Очень-очень хотелось бы, чтобы все-таки, может быть, они и есть, какие-то школы обучения маме родителей, воспитание детей. Потому что это вот необходимо. Почему? Потому что действительно родителями становятся в молодом возрасте в основном. И понятия, как воспитывать детей, отсутствуют. В основном пользуются понятием воспитания и, как бы сказать, отражения своих родителей. То есть то, что видят, как родители свои воспитывали, да, их. Они также стараются воспитать своих детей, глядя на своих родителей. Но это не совсем правильно. Почему? Потому что очень много допускается ошибок. Правильно воспитать детей – это очень тонкий вопрос. Очень тонкий во многих вещах. То есть это начиная от уважения к людям, не только к старикам. Кстати, уважение к старикам – это отдельная тема. Дети должны быть научены к уважению вообще к людям. То есть к людям, которые с ними рядом находятся. Потому что когда мы не уважаем просто даже своих рядом находившихся людей, там, родителей, друзей. Даже говорить про уважение к старшему поколению вообще не очень. Потому что даже во многих местах наблюдаешь, даже вот видосики есть такие, я смотрю. На дорогах очень часто встречаются такие люди, которые себя показывают неуважительно к другим. Вот я вчера иду по дороге, перехожу уже переход, ну по пешеходному переходу иду. Все машины встали с одной стороны, со второй стороны. И только лишь один таксист несся по другой стороне, по второй полосе и пронесся прямо возле меня. Вот просто пронесся. Я просто его вижу, что он несется. Я не увеличиваю ни шаг. Хотя есть люди, которые в панике быстренько пытаются перебежать дорогу. Вот если бы я была бы в панике и перебегала бы дорогу, он бы меня снес. Все остановились, он пронесся. Это вот говорит о том, что он не уважает людей вообще никак. Причем я посмотрела, мужчина довольно-таки взрослый. По жизни неуважение к людям. И он так всю жизнь проживет. И уважение, когда есть у людей, а все остальное у них происходит правильно. Научить своего ребенка уважать других, это важно. Также нужно научить, конечно же, и таким тонкостям, как следить за своим здоровьем. Потому что для нас, людей, это становится важным, когда у нас оно отсутствует. Вот мы о чем больше всего заботимся в жизни. Если вот так коснуться, 90% людей заботятся о своих доходах. Хорошая работа, хороший заработок, хорошая машина, хорошая квартира, потому что я должен быть человеком с высоким статусом. А здоровье, думаю, только в тот момент, когда его уже нет. А оно, кстати, очень быстро исчезает. Исчезает оно потому, потому что на него внимания вообще никакого не обращают. Но оно у нас у всех есть, это здоровье. И оно сразу же прекращает существовать, когда мы заболеваем. И вот тут мы сразу переключаемся на что? Очень многие люди, заболевшие серьезными заболеваниями, перестают думать о деньгах. Потому что им нужно вылечиться, им хочется быть здоровыми, им только хочется жить. И поэтому нужно обязательно своих детей учить тому, что о здоровье нужно заботиться всегда. Вот всегда, начиная с рождения. То есть вот, как только ребенок начал, как сказать, более-менее понимать, что такое здоровье, начиная с того, что чистить зубы, да. То есть вы своего ребенка должны уже приучить, как только он взял смартфон в руки, сумел там кнопочки нажать, уже дайте ему зубную щетку и пусть он чистит зубки. Также нужно научить ребенка любить животных. Это тоже очень важно. Любовь к животным, если у ребенка закладывается в детстве, да. Не просто там хомячок ему надо, вот на тебе хомячка, корми его, там следи. Надо еще и помимо этого уметь давать ответственность, что это животное, которым ты должен следить. Лечить его, если он приболел, все, ну, все нужно, чтобы у него откладывалось уже вот это понятие, что он если завел животное, что он несет за него ответственность. Если этого не делать, то очень много вырастает вот этих вот живодеров. Я даже в смысле не того, что дети живодер, а именно живодеров, которые даже уже взрослыми. Вот обратите внимание, сколько взрослых людей являются живодерами. Прям живодерами. Они с легкостью берут котят, выбрасывают на помойку. Они с легкостью выкидывают животных уже взрослых. Я тут недавно ролик смотрела, собаку привязали в лесу за кладбищем, где-то прям снег на веревку повесили. Собаку, да, она висела, но она не задохнулась. А кто-то услышал, кто-ли увидел, я не знаю. Ну, короче, люди заметили ее. Живая была. Уже у нее там обморожение пошло и все. Это вот как? Это нормально? Это ведь не дети сделали, это взрослый человек сделал. Эта жестокость именно откладывается из-за того, что в детстве не было вот этого понятия, что все живые существа, они все ощущают боль. И так же переносят эту боль. Им всем плохо. И это все закладывается в детстве. Но если это в детстве не заложить, понятие это, то ваш ребенок вырастет жестоким по отношению к живым существам. Это плохо. Да, они потом на людей так же переходят. То есть вот этот вот буллинг или как он называется, над другими детьми издеваются, да, унижают. Это тоже идет вот от того воспитания, которое вы закладываете с самого детства, с пониманием вот этим. Круг общения действительно влияет, потому что дети, когда попадают в круг общения, они пример видят. Такой же, как и я, и он вот с легкостью. Нельзя запрещать. Своим детям никогда не запрещайте. А вот объяснять, что это плохо, это нужно. Будете запрещать, им еще больше захочется попробовать. Тут нужно очень тонко подходить к воспитанию, из вот этих понятий попробовать что-то запретное. Зависимость тоже от каких-то вот вещей, она тоже ведь играет роль. Если здесь ребенок видит, родители празднуют праздники, напившись до упаду, веселятся, да, песни поют, им весело. И они понимают, что это хорошо, когда выпьешь и начинается тебе весело. У детей это закладывается, они потом будут хотеть этого ощущения тоже испытать. То есть раннее пробование алкоголя, чтобы понять, что это такое, как это кайфово, да. Если они видят постоянно, когда курит мать или отец. Кстати, когда курит отец, дети меньше притягиваются к курению, чем когда курит мать. Поэтому если курит женщина, она не должна себе позволять курить при детях. Хотя и отец тоже, по идее, должен понимать, что эта привычка перейдет обязательно. Кстати, мальчики чаще подхватывают от отца, чем девочки. Потому что, ну, представляете, пример, папа, мужчина курит, естественно, мальчик будет курить. А вот отвращение вызвать к этому тоже неплохо бы. Почему? Потому что ребенок должен понять, что это плохо, что это нехорошо. У него должно появиться отвращение к этому, и вы должны его к этому настраивать. Они говорят, что вам хайфово от этого и показывать вот это удовольствие. С хорошим делом бывает, конечно же, еще и отношения в семье. В каждой семье бывают разлады, в каждой семье бывают скандалы. Мама с папой могут по скандали, потому что у мамы плохое настроение, или у папы что-то кому-то не поделили, еще что-то. Это абсолютно нормально. Нужно родителям всегда учиться тому, чтобы это не происходило при детях. Потому что любой скандал, который происходит при детях, в детях откладывает ненависть к родителям. Это первое. Ненависть это обязательно будет. Она будет где-то глубоко, но она будет. Потому что каждый ребенок любит по-своему каждого родителя. И в основе своей маму больше любит, чем папу. Ну, по сути так считается. Потому что везде навязывают, что мама, мама, уважаем маму. А отец является таким же человеком, как и мама. И вот это он мало проявляет, что надо уважать папу. Папа тебе дал жизнь. Вот этого вот как раз у многих нету. Вы заметили, да, все мама, мама, мама. Потому что мама важная. Мама нас родила, мы считаем. А ведь жизнь-то ведь не только мама дала, но и папа тоже. Папа тоже является тем ценным материалом, который создал этого ребенка. А у нас все на маму. И поэтому маму больше уважают, больше любят. И если происходит скандал, кого будет ненавидеть? Папу. Потому что папа обижает маму. Из-за этого во многих семьях мужчины унижены, по своей сути. Мама становится объектом таким, которого трогать нельзя. В независимости права она не права, мама всегда будет права. И папу унижают, и семья разрушается. Потому что главный в семье это папа. Мама, она естественно, как мама, тут нету. Но папа является стержнем семьи. И если к нему относятся ненавистно, да, его не так уважают, как маму, то этот стержень просто-напросто разрушит всю семью. Поэтому обязательно должно быть уважение к обоим родителям одинаковое. И ни в коем случае никакие скандалы не должны происходить на глазах детей. То есть выяснение любых отношений родителей должно происходить только на уровне тет-а-тет. То есть мама с папой вдвоем, все. И каждая мама, конечно, она любит своего сыночка. Куда она денется? Она будет его влюбить всю жизнь. Но она никогда не должна его из него делать маминкого сынка. Любые маминкины сынки, они несчастны. Они несчастны по жизни всех. Поэтому если мужчина воспитывается в семье без отца, он не должен быть маминкиным сынком. Вы и в нем уйдете мужчину. Если не попадется, конечно, ему какая-то женщина, которая правильно подойдет и сделает из него хорошего мужика. Кстати, такое бывает, да. Маминкого сынка можно довольно-таки хорошего мужика сделать. Если правильно, женщина подойдет к этому. И, конечно же, много еще можно о чем поговорить, о воспитании. Но важные вещи, которые у детей должны формироваться с детства, это, конечно же, уважение к живым существам, к людям. Обязательно уважение. Приучайте своих детей не проявлять ненависть к другим. Вот, допустим, ребенок приходит с детского садика или со школы и рассказывает про какого-то, ну, ребенка, да, такого же сверстника и говорит, вот он такой, вот сякой, вот он меня обижал. И вы начинаете этого ребенка осуждать, что вот он такой вырастет, плохим будет. Никогда этого не делайте. Почему? Потому что вы в своем ребенке уничтожаете отношение к другим, как бы то, что он не будет уважать людей, он всегда будет себя ставить выше других, хотя, по сути, он может не являться таким. Если какой-то поступок совершил кто-то, да, и ваш ребенок проявляет как бы такое, вот он там то-то сделал, это вы объясните, что бывают такие ситуации. Они бывают у всех и у тебя могут быть. Почему он так поступил? Ну, возможно, была этому причина. Может быть, он тоже осознает, что не совсем правильно поступил. И вот нужно правильно поднести. А не так сказать, вот не дружи с ним, он плохой, такой и сякой. Еще знаете, что когда начинают детей воспитывать в таком отношении, что ребенок уже взрослый, он все понимает, и он должен быть на уровне с родителями. Такой же взрослый и ответственный, это перебор. Почему? Потому что вы отнимаете у детей вот это вот детство. Детство. Ощущение, то, что у них есть защита родителя. Не отнимайте у них этого. Им очень сложно будет по жизни, потому что нехватка детства в детстве приведет их к серьезным проблемам во взрослой жизни. Поэтому все-таки дети должны узнать, что такое детство, быть излюбленными детьми, но не перелюбленными. Потому что если перелюбите своих детей, то столько можете загубить. Вообще, конечно, воспитание – это тонкая такая вещь. Много очень говорят психологи. Есть хорошие, кстати, психологи. Мне вот часто попадаются в интернете психологи, которые говорят о воспитании детей. И я действительно вижу у них правильный подход. Они хорошо объясняют вещи многие. Но тут надо тоже быть осторожными. Не всегда поступает так, как говорит психолог. Психолог говорит то, что как бы по стандарту должно быть. Но в ситуации жизненной бывает всякое. И дети бывают разные. Кстати, бывают дети более спокойные, сдержанные. А бывают гиперактивные дети. Вы с ними совершенно по-другому должны работать и воспитывать. Многие вот говорят, ой, вы посмотрите, он вообще ведь на месте не сидит. И еще и называют таких, ой, он потом будет, знаете, какой, когда вырастет? Не будет он такой. Кстати, очень часто гиперактивные дети очень даже и хорошими детьми вырастают. Потому что гиперактивность в детстве, она как-то переходит в то, что они более удачливые в жизни. Все-таки заметно это. Нежели те дети, которые в детстве говорят, ой, такой тихенький, такой хорошенький, такой мелочек. И вот очень часто такие дети потом несчастны в жизни. У них не хватает вот этого внутренней, вот этой энергии. Поэтому, когда у вас гиперактивный ребенок, наоборот, радуйтесь. Потому что ему легче в жизни будет намного. Само собой, я же говорю о своем мнении. Я никого не учу. Я никому не навязываю свое мнение. Просто говорю о том, чего я бы в своей жизни, конечно, бы многое изменило бы. Правильно подошла бы к этому. Вижу просто с возрастом, что что-то я сделала не так при воспитании. Потому что действительно мне не давал никто этих уроков. Ну, я в смысле примеров. Я видела примеры жизни родителей. То есть, исходя из того, что я видела в своей жизни, я опираюсь на это и воспитывала свои дети. Но все-таки саморазвитие себя очень важно. То есть, когда вы воспитываете детей, не просто вот как мама моя так же делала. А вот делайте так и думайте. Ага, а вот если бы я сейчас стояла на месте своего ребенка, как бы на меня это повлияло бы? Всегда ставьте себя на место своего ребенка. И всегда думайте, а как это повлияет на мое воспитание? А стоит ли так это делать? Потому что это очень важно. Если вы никогда не формулируете вот эти действия свои, не контролируете, а просто потому что так всегда мама моя делала, у вас получится плохо. Всегда себя смотрите со стороны. Вот я воспитана неправильно, я это абсолютно ощущаю во многих вещах, во многих вещах. Но когда ты это понимаешь, ты стараешься исправиться, контролируешь, как реагировать на это. Не всегда бывает плохо то, что тебе дали. Потому что многие как бы примитивно видят воспитание. Вообще по всей статистике вот советского времен выходили дети так. он должен быть первым, он должен заниматься спортом, иметь работу, хорошее образование обязательно. Это лучше 2-3 образования. Неважно будет он ими пользоваться или нет, но 3 образования у него должно быть. Он должен посетить все кружки, какие только существуют у нас ближе в ближайшем районе. Это вся забота родителей, кстати, была в советское время. А по сути своей, многие дети, вообще это не нужно. Может жизнь этого ребенка составлена из таких моментов, что он будет, допустим, ну как сказать, хорошим, прекрасным путешественником, который будет познавать мир, а вы его сунули в танцы. А ему это не надо. Вот эти танцы ему не нужны, ему нравится мир. Вообще родители всегда должны смотреть, что ваш ребенок предпочитает. Не просто вот как все, в игры играет, нет, нет, это все нормально, это у всех детей существует. А вы посмотрите, что именно ему больше нравится. Кто-то любит, допустим, путешествовать, путешествовать, ему нравятся какие-то фильмы из путешествий, да. И именно направлять туда. Помочь своему ребенку, именно почувствовать, что это ему нужно. Вот эта помощь ребенку установиться на свое место очень важна. А если вы будете, нет, я сказала, будет из тебя прекрасный танцор, и все, и мне не важно, что тебе нравится, включать там, допустим, природу какой-то, мира, да. Это плохо. Я, кстати, вот тут недавно смотрела передачу, там девочку показывали. Она любит очень птичий мир, короче, она птиц изучает, это вообще ее стихия. И родители постоянно помогали ей в этом. Понимаете? То есть все, книги, любые возможности, какие только можно, да, хороший фотоаппарат купили, там еще что-то, они ей помогали. Все прекрасно. Ну, это новостей где-то показывали. И девочка теперь в Арктике будет у нас заниматься изучением животного мира, птицами. Она идет в тот мир, который ей нравился, и помогли ей в этом родители. А вот если родители сказали, что ты фигню какой-то занимаешься, птички, птички, зачем они тебе нужны? Вот будешь у меня художником, ты его нарисуешь хорошо, и все, и вы испортили бы своего ребенка. У некоторых детей нету вот этого сильного проявления любви к каким-то вещам, да. Но каждый ребенок талантлив. Это вы должны понимать. Но только он может быть очень тонкий, вот не увидеть вы его можете. Надо вот к этому идти. У моих детей тоже были определенные наклонности. Мы дочь к этому направляли хорошо, но вот она не дошла до того момента, когда она бы осуществила свою мечту. Не дали мы ей это, потому что все время родители, как говорится, заняты другим у нас. Что и у сына тоже своя. Вот есть определенная любовь к определенным вещам. Тоже вот так же получилось. Я, конечно, жалею об этом. Если бы я в свое время понимала бы, как к этому относиться, естественно бы я больше внимания выделила бы. Это очень важно. Почему? Потому что уже время проходит, да, и вы понимаете свою вот эту вот ошибку. Но уже как бы упущено то время золотое. Поэтому обязательно помогайте своим детям добиваться того, что им нравится в жизни. А не оставляйте их вот один на один с собой. Тогда ваши дети будут счастливы в жизни. Как известно, если у вас есть любимая работа, и вы на нее ходите, на любимую работу, вы счастливый человек. Любите своих детей, правильно направляйте. Не контролируйте, а следите за ними по жизни, и будет вам счастье.